Еще в 1985 году Совет Министров СССР принял постановление о выносе за черту Красноярска ряда предприятий. До сих пор ничего не сделано. Более того, строятся новые. С объявлением перестройки впервые, по крайней мере, в публичном пространстве стали говорить о том, что обилие промышленных предприятий в Красноярске далеко не лучшим образом сказывается на здоровье граждан. Мы же все вместе с вами пережили этот период застоя. И, наверное, этот консерватизм, отклики которого сейчас нас очень всех волнуют, когда мы читаем газеты, журналы, наверное, в это в первую очередь сказалось, что мы очень долго понимали, что мы неправильно живем. Больницы и поликлиники констатировали. Врачи переполнены, в них порой собираются больше детей, нежели в садиках. По итогу медицинского осмотра одной из центральных школ города Красноярска практически не выявлено абсолютно здоровых детей. Одна из проблем, говорили медики, в том числе, что они занимаются исключительно лечением, но не профилактикой. И надо же, что с этим делать. Правда, даже здоровый образ жизни, как оказалось, увы, не панацея. Этот чудесный бассейн построил для своих малышей Красноярский металлургический завод. Может быть, им с первых дней жизни обеспечено отличное здоровье? Вряд ли. Ведь зеленые рощи, где находится бассейн «Дельфин», один из самых экологически грязных районов Красноярска. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает здесь санитарную норму в 5, а иногда и в 19 раз. Пример для подражания – это красноярские моржи. Клуб «Креофил», один из старейших в стране, официально начал работать в 86-м. Но еще с 79-го года отдельные энтузиасты закаливались и оздоравливались в холодном Венесее. Болел пневмонией в течение двух лет. Врачи говорили, теперь, Владимир Андреевич, это вам на всю жизнь, ваша болезнь. Стал купаться в Венесее. Купался до сентября месяца. Потом уже пошел снег, наступили морозы, я продолжал купаться. И очень сильно радовался того, что я не болею и у меня хорошее состояние. О многочисленных турниках, бассейнах, спортивных площадках и фитнес-залах, в общем, о профилактике болезни, здоровом образе жизни, как части государственной политики в 88-м еще только начинали задумываться. А тогда только констатировали, каждый житель, работающий в крае, в среднем 10 дней в году находился на больничном. У красноярцев здоровье Ахиллесова пята, и с этим пора уже давно что-то делать. Когда же, наконец, мы перестанем считать свое здоровье делом третьей степенции? Когда мы перестанем жертвовать своим здоровьем ради плана? Ради ввода в строй новых и новых заводов? Ради сиюминутных успехов и чьих-то победных рапортов? Когда мы, наконец, поймем, что все наши заводы должны работать на благо нам, а не во вред? Наталья Кичина, Новости ТВК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин